Всем привет танкисты, с вами Менел Вагор и сейчас мы рассмотрим бронирование нового премиумного танка АМБТ. Появился уже в игре, скорее всего он сейчас будет у нас на аукционе, как премиумная машина 8 уровня и сейчас рассмотрим его бронирование. Итак, как вы уже заметили тут огромнейший просто НЛД под небольшой приведенкой 53 градуса, бронирование 100 мм, с приведенкой 53 градуса получается у нас 150. Миллиметров бронирование, то есть ни о чем, пробивается без проблем, ВЛД у нас приведенка тут намного больше и получается 176 мм с броней 70 мм. Есть момент, здесь очень большой угол, соответственно если он чуть-чуть хотя бы станет на кочку, это уже будет 100% рикошет. То есть корпус с одной стороны имеет очень большое НЛД, куда надо стрелять, ну просто обязаны сюда стрелять, потому что корпус скорее всего, даже если он будет ровно к вам стоять, очень высока вероятность того, что вы отрикошетите, потому что вы можете стоять ниже, он чуть-чуть выше, где-то там на кочке и все, это уже будет идти рикошет. Имейте ввиду, если что стреляйте в НЛД. Так, борта. Борт у нас 70 мм, довольно-таки картонненький, будет пробиваться, конечно же ромбовать тут нечем абсолютно. Даже не будем рассматривать. Корпус обыкновенной формы, не имеет ни скосов, ничего, то есть без проблем его пробиваете. Корпус у нас начинается от средины катков, то есть вот это все где экраны, это уже корпус, без проблем все пробивается, все стреляется. Дальше, корма, очень большая корма, кстати, примерно как у СТБ, у нее тоже такое завышение идет сзади, в районе двигателя, соответственно, корма у нее тоже большая. 30 мм сзади, сверху у нас 25 мм, даже не 30, офигеть. Артиллерия ванлав. Да, большую часть танка будет артиллерия пробивать сверху без проблем. Так, касаемо башни, с корпусом все понятно, в принципе есть свои изюминки, то есть танковать корпусом можно, если вы найдете какую-то насыпь, ну примерно такую, чтобы она закрывала у вас НЛД, это без проблем, можно посмотреть, зажав там, ну то есть стали за укрытие, зажимаете ПКМ и перекручиваете чутка танк и смотрите, вы стоите под насыпью, за насыпью, закрывая НЛД или нет. Думаю, с этим все понятно. И ваше ВЛД может танчить, то есть вы должны этим пользоваться и обязаны, снова таки, надо привыкнуть к этому танку, если вы его все-таки возьмете. Собственно башня, как вы уже заметили, она такая очень вытянутая, как горлышко бутылки и заметьте такой факт, один, она вытянутая, соответственно тут начало орудия вот где начинается примерно. И уже дальше пошло орудие, соответственно вот это, от вот этой части будет идти УВН. УВН я хочу здесь напомнить, минус 9, это очень хороший УВН. Соответственно играть от рельефа этот танк будет просто великолепно. И главное закрывать свое огромное НЛД. И без проблем от рельефа он сможет играть. За счет того, что башня очень вытянутая, вы ее туда не пробьете. Что у нас тут маска 230 миллиметров, то есть восьмерки могут пробивать, но надо будет грузить голду. Не каждая восьмерка, ну или же какие-то другие стэшки, если идеально залетит и прокнет плюс-минус 25, ну в нашем случае плюс 25% по бронепробитию, тогда вас пробьют маску. А так в принципе здесь очень хорошее бронирование, и что самое важное даже не так бронирование, как то, что угол здесь просто 77 миллиметров, соответственно вас не пробьют в щечки. Если оно сюда залетит, снова-таки у нас стабилизация у каждого танка своя, если не залетит, тогда все. Здесь у нас 234 миллиметра, снова-таки за счет диких углов эта вся приведенка вырастает, а так здесь броня 75-70 миллиметров. То есть самого бронирования как такового в башне нет, но за счет просто дичайших углов приведенки у нас вырастает эта броня. Ну и крыша, крыша без проблем пробивается 40 миллиметров, но вот смотрите, примерно вот так будет танк стоять, даже еще меньше вы будете видеть крышу, если он будет играть от УВН. То есть здесь лючок только чуть-чуть, очень маленькие лючки получаются, и все, так будет везде рикошет. Снова-таки у нас остается только маска и под башней, мы видим, что большой поясок идет, куда можно выцеливать. То есть вроде бы как танк стоит в своей охраненной позе, то есть вы его в башню не пробьете, лючки безумно маленькие, вы туда еще попробуйте попасть, но зато у нас открывается большое подбашневое пространство, куда без проблем можно пробивать. Я думал, что это будет его изюминка, это лобовая броня, играя от УВНов, а получается нет. Вот очень большой участок здесь, то есть тут еще играет такой фактор, что даже если вы попадаете в ВЛД, идет рикошет, ну то есть стреляете сюда, а попадает в ВЛД, идет рикошет и оно все равно туда залетает. А учитывая еще тот факт, что вот это пространство находится аж здесь, вы можете даже, типа такой себе двойной рикошет, то есть под башней здесь все пробивается абсолютно. Ну получается нет фишки во лбу, то есть бронирование вроде есть, но мне кажется его будет очень сильно пенетрировать. Что здесь с точностью? 0.36 базовая, ну средненькая, я бы не сказал, что это самое лучшее, но это средненькая. Тут еще и получается у нас, ага, это еще и барабан с дозарядкой, то есть вы будете продолжительное время вставать где-то над рельефом, и разваливать своим барабаном. Соответственно вы будете еще и давать время вражеским танкам для того, чтобы свестись и для того, чтобы они выдавали по вам шоты. Итак, борт башни, там все понятно, борт башни абсолютно картонные, 110, тут 70 мм, короче абсолютный картон пробивается абсолютно всеми. Сзади тоже 50 мм. Ну, что можно в общем сказать по броне, ее нету. Я думал, единственная будет фишка, это когда он будет играть в свои идеальные позиции, играя от рельефа, но снова-таки без проблем будет пробиваться под башню. То есть вроде лючки и все прикрыто, пробивается под башню. Как бы он не стоял, как бы он не пытался танчить, ну, с другой стороны это восьмые уровни. У большей части танков особенно прокачиваемых, стабилизация хроновая, точность хроновая, взять то уже ИСа третьего. Он пока сведется, чтобы сюда выцелить, вы ему без проблем крышу выцелите и будете барабан свою раздавать, если будете туда попадать. Вот как-то так, с одной стороны бронирование вроде есть, а с другой вроде нет. Вот мы и разобрали все его фишки, все уязвимые зоны. А на сегодня все, с вами был Менел Вагор, ставь лайк, подписывайся, всем счастливо и пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok